Лимузин в роли космолета, а на борту маленькие пилоты. Всего на один день Тверской перинатальный центр превратился в космодром, куда отправились десятки мальчиков и девочек. Все они здесь родились и окрепли, а теперь приходят навестить врачей и медсестер. Поводом для встречи стало ежегодное празднование Международного дня недоношенных детей. В семье Кольцовых на свет появились сразу две такие дочки. Одна весила чуть больше 800 грамм, а другая 735. То, что произошло 4 года назад, иначе как чудо, мама назвать не может. Мне кажется, это вот слаженная работа всех докторов, под руководством главврача Людмилы Юрьевны, которая приняла, так сказать, волевое решение тогда нас прооперировать, не ждать. И благодаря им все это случилось. Более чем за 5 лет опытные сотрудники перинатального центра приняли почти 3000 недоношенных детей. 213 из них, как двойняшки Катя и Даша, имели вес до 1 килограмма. Когда-то их массу тела называли экстремально низкой, а сегодня это вполне обычные мальчики и девочки. Их мама и папа от всей души благодаря своих спасителей и не скрывают слез. Праздник – еще один повод увидеться и сказать спасибо. А уж детей в перинатальном центре очень любят. В этом году для них пригласили мультяшных героев. Мальчики и девочки постарше с удовольствием играли, а малыши немного стеснялись. Но все они, независимо от возраста, чувствовали себя в центре внимания и с удовольствием ели праздничный торт. Пусть и родились они все в разные дни, но дата 17 ноября их всех объединяет. Это, мне кажется, самый большой праздник в нашей семье. 15 мая у нас родился Владимир. Наш мальчик долгожданный, мы его очень любим. Я понимаю, что мы не одиноки. Очень сложный период был позади, он за спиной. Теперь множество открытий впереди нас ждет. И мне нравится, что поддержка врачей, несмотря на то, что уже родилась и уже этап взросления произошел на втором году жизни, мы все равно поддерживаем связь с нашим врачом-лечащим. А по-другому, пожалуй, у врачей делать не получится. Когда от твоей работы зависит не просто будущее ребенка, а целая жизнь, волей-неволей привяжешься к малышу. Наблюдать за его развитием главный подарок для врачей-неанатологов. Это не только медицинский интерес, что происходит с этими детьми, но и это чисто человеческие отношения, потому что они, конечно, перерастают практически в семейные. Но просто быть добродушным врачом для спасения жизни мало. Необходимо являться высококвалифицированным специалистом. С каждым годом технологии становится все совершеннее. Важно не отстать в собственном профессиональном развитии, говорит руководитель областного перинатального центра имени Екатерины Бакуниной. Оборудование может быть совсем хорошее, но если не будет к нему приложены руки профессионала, оно не будет работать так, как нужно. А отделение реанимации у нас оснащено действительно по последнему слову техники. Юлия Ричоу, Михаил Волков, Рентовопилот.